всем привет вы снова на канале SEOquick и сегодня мы будем рассказывать очередные трюки в SEO продвижении как можно получать органический трафик буквально для молодого сайта практически бесплатно просто за счет качественного контента и сегодня я расскажу про классный трюк я его упоминал в прошлом видео на сегодня мы остановимся на нем очень подробно это по поводу страниц чего или страница FIFIQ или FAQ как еще она их называет да FAQ и эти странички также и расшифровываются frequently asked questions это странички часто задаваемых вопросов и в этом видео я расскажу все трюки как делать классные чего странички чтобы они давали вам органический трафик и приносили его прямо сейчас данный вид материала популярен на абсолютно разных площадках и фактически собой подразумевается создание одной большой страницы на которой изложены основные вопросы и ответы и чаще всего из этой страницы пользователь даже не покидает никуда ни на какие другие страницы не покидает он изучает основные ответы на вопросы сразу на одной статичной странице и конечно же первый же конечно вопрос который задает любой сеошник а под какие запросы и оптимизировать а вот здесь внимание ответ вы узнаете если вы смотрите наше видео до конца и так сейчас мы рассмотрим какие бывают FAQ страницы и так часто задаваемые вопросы про это есть даже отдельная страничка на сайте часто задаваемых вопросов на страничке FAQ.org и здесь она отвечает на большинство вопросов я здесь включил перевод здесь вы можете посмотреть и все я ссылочку оставлю обязательно в оригинале и здесь вопрос конечно же интересует как писать зачем писать какие предметы выходит насколько важна точность какой формат для FAQ то есть эти вещи как вы видите можно просто все непосредственно посмотреть юридических сотрудников нужно защищать авторские права на мой FAQ то есть тоже можно эти моменты тоже все обсудить и вы можете зайти посмотреть на эти моменты и так как вы видите для того чтобы заниматься страничками FAQ вы обязаны в первую очередь позаботиться о том что ее нужно изначально создать и теперь мы перейдем к тому как нужно создавать правильно эту страничку и так мы перейдем на один из порталов который рассказывает про самые популярные странички FAQ которые существуют да это наше чего в английском языке надо говорить FAQ даже правильнее не FAQ а FAQ итак самая популярная страничка по поводу FAQ конечно же эта страничка у твиттера мы ее сейчас зайдем и посмотрим страничка у твиттера выглядит довольно таки лаконично вы можете увидеть как идет управление учетной задностью безопасность и увидите что все реализовано на одной странице но при уже при клике на конкретные ссылки вы уже попадаете непосредственно на большую базу данных причина простая твиттер действительно огромный сайт и всю техническую информацию о нем ну конечно же да вы разбросаете по разным страницам это же касается и ютуба у ютуба все довольно таки просто первичные странички расписаны здесь мы перейдем сейчас на русскую версию странички чтобы вам было понятнее так вот русская справочка и так мы можем посмотреть здесь все вопросы и здесь точно также все реализовано в виде ссылок то есть мы переходим попадаем уже на справку youtube а фактически страничка FAQ является оглавлением для нашей справки и так следующая справка это конечно же макдональдс а она выглядит более социальная то есть допустим здесь вы задаете вопросы и вы получаете ответы в виде поп-апа очень классное и удобное решение для действительно малого бизнеса ну макдональдс спорно конечно что малый бизнес но как вы видите здесь разные странички под них заточены простые вопросы и они сделаны в виде отдельных урлов ссылочку на макдональдс я думаю я оставлять не буду ее на гуглить может любой но все странички реализованы в виде вот таких вот простых ответов можете зайти посмотреть на нее но главная страничка FAQ выглядит именно вот так и вы можете начать искать любой вопрос непосредственно в поиске следующее на что нужно обратить внимание это страничка у ватсапа страничка ватсапа выглядит аналогично и она выглядит точь-точь как у твиттера но она реализована конечно все очень просто и совмещает тот же дизайн как и у макдональдса вы видите что есть тоже поиск одновременно и вы можете поискать номер телефона например можно поискать и вот видите она подсказывает разные варианты по поиску то есть идет поиск исключительно по контенту страниц FAQ и переходим дальше в википедия конечно в википедии есть тоже своя страничка FAQ она старом стиле на нее можно там перейти на русскую версию допустим это мы сейчас на англоязычной сидим мы перейдем сейчас на русскоязычную версию википедии да она конечно в англоязычной выглядит не очень поэтому попробуем найти по-другому но неважно посмотрим английскую версию сейчас и мы видим что здесь есть очень много тоже страниц им посвящено непосредственно отдельные страницы википедии как вестись то есть фактически это help и двоеточие и какая-то либо другая страница допустим help menu tracking changes как видите ну реализован здесь фактически википедии FAQ реализован точь-в-точь как реализованные основные страницы википедии ну конечно в более старом дизайне Microsoft я думаю Microsoft пользовались все кто-то даже у них покупает офис наверное кто-то пользуется бесплатными версиями и вот здесь как вы видите большинство вопросов на них просто есть ответы то есть довольно таки удобно то есть если мы перейдем на русскую версию посмотрим да все точно также windows office мы можем зайти посмотреть как работает но здесь вы видите отличие здесь нет перехода на другие страницы здесь вот это впервые мы встречаем факт когда все находится на одной странице через значки плюс-минус с точки зрения юзабилити для отдельных видов бизнеса это даже более оптимально потому что как мы видели в других страницах можно потеряться здесь же выглядит все очень так даже лаконично давайте обратим внимание конечно же под капот под капот зайдем control и попробуем поискать контент вот допустим заголовку допустим нас интересует конечно же как прописаны все они и мы можем посмотреть как оно все сделано и там тайту и там контейнер интересно даже посмотреть как это все выглядит в виде заголовков потому что с точки зрения seo интересует именно как это реализовано в виде заголовка в хедерсах ну кстати я бы так сказал с одной стороны вроде бы правильно на другой стороны как видите у них нету разбивки это по заголовкам то есть есть h1 и h4 что довольно таки немножко странно h2 h3 напрямую отсутствует хотя кстати я вот пытался поискать а h2 вообще есть так и мы ради интереса конечно же поищем h2 и я его не вижу h2 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 нет как мы видим вот я пытаюсь найти h2 мы не можем их найти просто на страничке h2 нет это немножко удивляет но как мы видим страничка реализована именно так с точки зрения seo возможно это даже неверно страничка сайта которую мы впервые сталкиваемся на самом деле поход сочетает в себе два стиля сочетает стиль microsoft и сочетает кликабельные ссылки это следующий уровень страниц факт на которые нужно тоже обратить внимание итого мы видим всего несколько вариантов страниц факт на которые можно выбрать какого она у вас будет дизайна и так как вы видите страниц чего или факт существует несколько видов первый вид мы перечислили эта страница которая представляет собой содержание с кликабельными ссылками второй тип страницы эта страница которая содержит в себе выпадающие списки либо якорные переходы и непосредственно тоже ссылки на какие-то внутренние страницы некоторые выглядят содержит в себе страницы еще поисковый элемент где вы можете задать вопрос через поиск и она выдает вам варианты ответа либо подсказывает пока вы вводите ответ и четвертый вид это когда фактически реализована вся страничка через разворачивающиеся списки где вы заходите и по логике разворачиваете вопросы и попадаете на нужный вопрос и видите нужный ответ некоторые элементы могут сочетаться и того мы перечислим еще раз элементы первую очередь это элемент например самого рубрикатора вопросов то есть который разбит по определенным уровнем логики второй элемент это наличие поиска непосредственно в блоге этого раздела то есть мы воспринимаем этот раздел как отдельный раздел блога раздел помощи и третий конечно же вариант это коня это все реализовано в виде разворачивающихся списков ссылки могут как быть на другие внутренние страницы так могут и не быть все зависит от размера количества вопросов которые вы будете использовать но еще вы заметили кардинально отличающиеся в страничках вопрос ответ непосредственно в дизайне в первую очередь у этих страниц должен быть очень простой дизайн он должен сочетать в себе ваши фирменные цвета и фактически должно отсутствовать любая сложная графика любые сложные элементы которые могут запутать во вторых у вас должна быть органично сделанная логика поиска вопросов то есть поиск вопросов нужно изначально закинуть куда-нибудь повыше и сверху где пользователь может задать вопрос в третьих все вопросы которые вы соберете по своему проекту нужно однозначно организовать по рубрикам по логически понятным рубрикам которые могут задавать ваши пользователи ваши клиенты и после этого над страницей факт нужно работать по правильному подбору самого текста вопроса и вот здесь мы переходим к очень интересным трюкам как искать эти вопросы очень классно статья по этой теме написано на сайте wordstream ссылочку я конечно оставлю в описании она рассказывает про то как нужно искать непосредственно запросы конечно же в первую очередь мы должны понимать где их искать и мы обратимся к первому сервису на котором мы чаще всего пользуемся это по поиску вопросов и сейчас мы зайдем в серпстат ну допустим возьмем любой сервис который мы хотим допустим вот возьмем тему seo продвижения там раскрутка сайта возьмем такой вопрос для того чтобы собрать все вопросы мы заходим анализ кейворд серча и изучаем непосредственно search suggestions это наши вопросы и мы должны выбрать only questions собственно сами вопросы и мы видим самые популярные вопросы которые задаются по данному ключу то есть более того мы можем там взять seo ключ посмотреть как он ранжируется и посмотреть вопросы что такое seo все вопросы желательно конечно же сгрузить скачать и рассортировать вопросы у нас часто бывает по вопросу что как сколько кто кого то есть мы видим что эти вопросы есть например мы можем сейчас скачать эти вопросы и конечно же их нужно будет рассортировать это только по запросу seo допустим возьмем продвижение и провернем тот же самый трюк и скачаем эти вопросы почему мы не в том городе находимся здесь гораздо в москве больше вопросов и с москвой мы тоже скачаем вопрос я качаю вопросы сейчас непосредственно по яндексу вот и переходим затем дальше мы берем еще следующий вопрос допустим там так seo продвижение и берем слово раскрутка так есть пока она его качает и возьмем еще слово аудит сайта вот по нашей тематике мы насобирали ну так нормально вопросы которые нам пригодятся и вытаскиваем эти все вопросы единственный момент что у всех скачанных вопросов которые мы сейчас скачали у них нет метрик конечно же без метрик нам будет довольно сложно метрики можно снять разными способами я не буду заострять внимание иск и покажу просто следующее действие которое вам нужно будет конечно же сделать вам уже будет все эти запросы закинуть какой-то сервис снять по ним метрики потому что метрики здесь не представляется но если вам нужно просто выловить все запросы по общей логике то есть мы воспользуемся просто нашим кластеризатором и здесь он будет очень нам уместен он позволит нам сделать всю работу довольно быстро выберем все скачаны нами слова сейчас так загрузки и берем вот все наши questions аудит сайта так и не скачался почему потому что он как всегда серпстат в этом плане немножко барахлит он не так все быстро делает мы поэтому сейчас загрузим еще аудит сайта и теперь вот у нас 1713 слов не собиралась и конечно же нам слова которые мы должны игнорировать что это хотя в принципе на что это как почему серпстате мы можем посмотреть какие вопросы у нас чаще всего фигурировали такое значит вот эти слова нам нужно игнорировать такое значит и конечно же здесь я только более-менее грубо показываю но вы конечно можете более точно прописать но здесь мы прописываем все вопросы которые нужно проигнорировать игнорировать это значит что в кластеризации они участвовать не будут это значит что по какой-то теме все вопросы будут сгруппированы вместе поэтому да мы используем такую идею разделения как составить план продвижения продукта как составить план два раза дубль а сайта и продукта составить начать вот такие вот слова тоже нужно все выловить помните что каждый раз когда вы здесь вбиваете слова нажимаете дополнительно поиск с вас никаких баллов дополнительно списываться не будут слова баллы списываться только если вы расширяете вот этот список то есть любые повторные манипуляции в этом блоке однозначно можно делать сколько раз угодно то есть главное чтобы у вас слова мы могли обработать одно при что нужно для себя продвижение сайта с чего начать с чего начать тут инстаграм сео единственный момент человек если вы закидываете все в перемешку не рассортированное то понятно что кластеризации вас будут немножко некоторые вещи смешаны то есть например если я хочу выловить все слова связанные словами instagram например instagram я беру и вписываю эти два слова вбиваю и смотрю все слова со словами instagram да если вы писаете обязательные слова то кластеризатор именно покажет в результатах кластеризации только те слова которые содержат указанное здесь из списка поэтому очень удобно например разбирать большую базу в несколько раз несколько заходов если бы здесь были метрики слова бы отсортированы были бы по метрикам то есть здесь они сейчас идут все с нулевой метрикой но неплохо знать трафик того или иного запроса но здесь вы видите весь список запросов то есть можно в принципе даже не разворачивать смотреть на самые такие вот вопросы которые чаще всего спрашивают то есть поэтому здесь конечно же очень удобно выловить эти все запросы снять в них метрики и конечно же на них ответить отвечать лучше конечно по порядке популярности популярность запросов конечно же можно узнать любым методом давайте например сейчас мы ради интереса сохраним все текущие слова и зайдем допустим в хребс так сахар сохранить все вот наши слова 212 слов у нас если не ошибаюсь вот нам они нужны уберем эти 212 слов и закидываем в хребс кейлорд эксплора вставляем сюда и смотрим вот запросы которые имеют реальный трафик но следует обратить внимание что есть запросы по которым условно 48 ключей по которым есть маленькая информация о трафике конечно же можно их просто сейчас все свойства их накачнуть и непосредственно по ним сделать все вопросы действительно сделать ответы за сколько стоит телефон как настроить как остановить продвижение как работает продвижения со синг-то бромкин demand продвижение это можно использовать это в ответе урян с чего начать однозначно то есть видите абсолютно одинаковый вопрос понятно надо выбирать только один как работает и очень важно выбирая дубли однозначно определяйте логично что эту боль потому что ни одна система нормально дубль не определит кроме руками то есть руками перебирайте дубли оставляйте реальные уникальные вопросы которые вам нужны и того пользоваться я рекомендую оба сервиса хороши этот хорошо парсит вопросы этот хорошо снимает по ним метрики если же работаем в англоязычном сегменте однозначно answer the public есть такой сервис раньше был бесплатным сейчас скорее всего уже не совсем но мы сейчас все проверим вот не переводим его и заходим допустим и выбираем seo как вы видите в про версии появилась выбор региона то есть теперь все вопросы не привязаны к региону теперь все вопросы генерируются автоматически то есть вот по выбранному региону который по всем по по языку непосредственно по всему региону то есть и вот все вопросы которые она предлагает can will where which то есть вы видите что можно кликнуть и посмотреть все варианты это он просто переводит на слово здесь они все визуализированном в виде графика то есть можно скачать картинку на нас интересует дата и вот все вопросы то есть вы можете все эти вопросы непосредственно скачать скачать их конечно же формате csv формате csv все вопросы нам доступны вот они у нас прописаны единственный момент если момент они у нас надо будет их рассортировать мы сейчас в excel и чуть поднимем картинку чтобы было лучше видно так текст по столбцам так excel как всегда у нас очень быстро работает в общем задача нажать текст по столбцам и распределить по запятым и так выбираем разделители и выбираем запятую вот все наши вопросы как вы видите они разбиты по вопросу и здесь они идут с вариантами конечно же они идут без метрик метрики придется снимать здесь это из questions есть related есть разбитые по алфавиту однозначно все запросы нас интересует конечно же это questions questions вот они у нас все видны если мы открутим вот они нам все доступны questions вот опс и вот эти questions нам и нужны конечно же вот мы можем взять сразу эти все questions опуститься непосредственно во хребс зайти в Keyword Explorer выбрать допустим United States ну если мы хотим действительно основать SEO Studio в США то почему бы и нет изучить самые популярные вопросы и конечно же вот эти самые популярные вопросы как SEO работает почему SEO важно какие существуют SEO инструменты на чем SEO основано то есть и какие SEO ключевые слова по факту вот я сейчас потратил буквально минимум времени и для страницы факт собрал семантику не напрягаясь вот она вся начиная вот до конца то есть 161 ключевое слово однозначно можно смело брать адаптировать и писать непосредственно страницу факт для вашей SEO студии то есть непосредственно для SEO странички можно писать страничку сделать это в принципе несложно если вы специалист вы сможете ответить на все вопросы очень грамотно развернуто непосредственно на вашем сайте итак мы определились с дизайном мы определились с контентом но остался третий момент на который нужно обратить внимание при создании странички вопрос-ответ и этот вопрос чаще всего самый неочевидный но если вы смотрите видео на нашем канале вы конечно же знаете это ответ который нас интересует это какая должна стоять на этой страничке микроразметка по поводу микроразметки мы посвятим отдельный момент микроразметка самая известная которую все устанавливают это схема орг то микроразметка которую мы рекомендуем поставить мы посмотрим сейчас гайдлайн гайдлайны гугла изучим что google рекомендует по установке микроразметки для того чтобы показывать вас по расширенным сниппетам именно эта цель создания странички вопрос-ответ чтобы по вопросу выдавался контент с вашей страничке где виден вопрос и виден ответ итак мы переходим непосредственно на справку google и она рассказывает как нужно делать микроразметку непосредственно для странички вопрос-ответ и здесь есть очень важное уточнение что для страничек каких это годится разметка конечно же для странички с ответами к самих авторов сайта на часто задаваем вопросы это наш случай то есть пользователи не могут добавлять ответы вторая момент эта страничка службы поддержки определенного сервиса на которой пользователи не могут добавить ответы на один конкретный вопрос то есть по факту это то что мы имеем ввиду то есть то есть непосредственно на какие странички нужно делать то есть если же у нас условно говоря используется страничка вопрос несколько ответов то здесь использовать нужно другую разметку но нас интересует только эта микроразметка fact page и сейчас мы по ней говорим да кстати кому не подходит однозначно страница форума здесь это может вот если вас мы имеете вас раздел форум проходим мимо эта микроразметка нам не подойдет однозначно как мы видим нельзя использовать для ответа на конкретный вопрос на который могут пользователи отвечать и нельзя использовать микроразметку да то есть много разных вопросов и ответов о них то есть это должны быть только те вопросы и те ответы которые вы прописаны в формате один вопрос один ответ и не используете для рекламы также страничка типа question должна содержать полный ответ полный текст вопроса answer ответ на него и немножко подробнее что это значит микроразметку можно реализовать в двух форматах json.ld и microdata и сейчас мы посмотрим как выглядит fact page в json.ld извините и вот как мы видим вот есть question как прописан и как прописан answer question answer ссылочку я оставлю в описании на справку чтобы никто из вас не потерялся и теперь смотрим microdata показать разметку здесь вы видите тоже question answer accepted answer как вы видите все есть соответственно в зависимости от того в каком формате у вас микроразметка устанавливается вы можете посмотреть да можно проверить сейчас как работают расширенные результаты и как вы видите в таком случае страница подходит для показа расширенных результатов тестируйте обязательно свой код на проверку расширенных результатов потому что без этого ну вы не возьмете этот топ то есть технической точки зрения обратите внимание что есть два способа реализации для проверки работает ли ваша микроразметка для показа вас по расширенным результатам очень важно снабжайте все важные элементы ваших страниц где прописаны вопросы и ответы определения снабжайте это микроразметками в том формате в котором вам удобно как вы видите здесь нет ничего сложного и микроразметку сможет настроить в принципе любой здесь расписано как делается полное описание микроразметки можно перейти на схему посмотреть как это прописано на схеме все детально да кто не знает ссылочку тоже оставлю в описании как это все выглядит и здесь очень важно прописано как прописываться main entity как прописать question answer и как прописывается все это это все текстовые поля как видите accepted answer и name обратите на это тоже внимание здесь все ссылки на разные версии микроразметки на самом деле здесь нет ничего сложного и если у вас есть грамотный программист frontend который сможет проставить микроразметку на этой странице я думаю у вас будет большой трафик по органике и того как мы рассмотрели страницы чего или страницы факт да факт правильное произношение мы теперь это знаем обязательный must have для любого сайта если у вас еще до сих пор ее нет веб-разработчики и проигнорировал сейчас же шлите ему это видео ссылочки которые будут полезны и в описании шлите ему обязательно чтобы он непосредственно внедрил эту страницу обращайтесь к своему seo специалисту либо можете к нам например обратиться мы тоже не против и помогите вам оформить эту страницу и помните вопросы можно в принципе собрать спарсить огромное количество но нужные вопросы нужны только те которые нужны для вашего бизнеса не берите все подряд не пытайтесь говорится впихнуть не впихуемое как говорят все в одну кучу не кладите все яйца в одну корзину сделайте хороший help для ваших клиентов чтобы они знали во-первых как пользоваться вашим сайтом как работать с вашим товаром или услугой какие моменты могут возникать при использовании вашим товар и услуги если у вас еще нет странички факт напишите обязательно нам в комментариях мы можем даже предложить какие-то идеи по дизайну какой формат странички факт вам нужен да это будет такой марафон в комментах где мы рассмотрим все варианты вы пишете что у вас за сайт единственный момент что-то антиспам пропустил через пробел ставьте то есть точка пробел чтобы антиспам вас пропустил и мы распишем какой формат странички факт вам точно пригодится какой как у макдональдса такой как у википедии или такой как у майкрософта и так если у вас еще остались вопросы задаем в комментариях приучаем себя задавать в комментариях вопросы мы отвечаем на каждый это правда и конечно же подписываемся на наши подкасты где мы тоже рассказываем лайфхаки и полезные новости среди в интернет-маркетинге и конечно же не забываем проверять подписочку на канал про колокольчик тоже не забываем и до новых встреч